Средняя температура февраля в Амиконе минус 42, а минимальная зарегистрированная ниже 70 градусов мороза. Туда, в царство холода, мы и отправились. Главный вопрос нашей экспедиции, доедет это колесо, то есть машина до Якутии или нет? Общая протяженность маршрута составила 24 тысячи километров. Мы прошли Уральские горы, льды Байкала, степи Бурятии и трескучие якутские морозы. Но самое главное, мы доехали даже до Магадана. Немного о машине. Кроссовер Jillian Grand XM белорусской сборки. Дополнительного оборудования нет, полного привода нет. Автомобиль абсолютно серийный. Выдержит ли он испытания якутской зимой? Минус 35. Машина простояла 6 часов на таком морозе. И мне кажется, она должна завестись. Заработала? Работает? Да, мы тут не останемся. Ну вот, видите, все хорошо. Байкал, блин, как живое что-то такое. Гибнут люди? Гибнут, конечно. Вот сейчас вот тут улик, где мы живем. На каждой улице по несколько человек. В порядке вещей. Рыбаки, потому что я говорю, кто по пьяни, кто по дурости. А я еще хотел записать. С нами ходил один, ну, отсидевший. И он мне говорит, дядя Саша, стою, курю. Как положил, а я рогами, говорит, в борт упелся, в другой. Летит ведро с водой. И меня окатило сверху. Вот так вот. Я ехал, была такая поверхность, я видел ее. Я расслабился. И ехал я километров, наверное, 110 в час. И вдруг увидел впереди себя черную полосу. Ну, я понял, что это вода, начал тормозить. Но поскольку было очень тепло, значит, машина просто неслась. Я ее боком поставил, и она катилась. Я посмотрел назад, у меня спит жена. Спят дети, раздетые в машине. И я разбудил жену. Я говорю, давай, бери детей под мышку. Мы сейчас будем опускаться под воду. То есть, я видел, как мы катимся прямо в воду в открытую. И я ничего сделать не мог. То есть, ничего я не мог сделать. Потому что была прослойка воды на льду, и машина просто катилась туда в воду. Вот. Она... Я понял, что схватила ребятишек. И в тот момент, когда их схватила, машина, значит, как бы передними колесами уже как бы провалилась в воду. И вот выступ, куда домкрат вставляется, он заклинил на самом этом краю этой щели. Она чик-чик-чик-чик, и остановилась эта машина. И все, я когда вышел, поехал назад, выехал. И с тех пор я просто на бумаге езжу. Это самый страшный случай. Я иногда сплю во сне, и вижу его, как я качусь. А главное, ничего сделать не буду. Ну, у нас одно время нас, конечно, тут гоняли. И потом штрафы нам выписывали, нас это сама. И сейчас пока, по крайней мере, оставили в покоях. С годами все развалилось, все раскаскали. Вот поэтому мы как-то вот тут уже... Внутренне у вас хорошее. Ой, да как отунывать-то. Настроение и у нас было отличное. Ничто так не улучшает бодрость духа, как дальняя дорога. Но как только температура перевалилась за минус 30, оптимизма стала меньше. Холодно. Мотор рычит, шепчет. Вот, все хорошо, но... Немножко барахлит печка. Вообще 70% теплопотерь идет от лобового стекла. У вас холодно в салоне только потому, что нет у вас второго стекла. Все здесь, в Якутии, машины оборудованы вторым стеклом. Даже в сторону Чукотки брать, если... То у нас вот центральная Арктика, река Лена, это самый такой дубак, извиняюсь за выражение, такой... Пурги, ветер, холод. Верхние божества, обитающие на небе девятью ярусами, берегите моих дорогих гостей. Попрячьте их в самый дальний запуточек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Услышав звук ударного инструмента и мою просьбу, верхние божества прячут вас за пазуху и подмышки. Теперь вы защищены силами верхних божеств на целый год. Всем привет, это снова путевые заметки. Мы едем по трассе... Извините, мы едем по трассе... Лена. Трасса Лена, я вам хочу сказать, это уже интересно. Потому что все 9000 километров, которые мы проехали до Того, то это, как вам сказать, если представить трассу Минск-Гродно и растянуть ее примерно на 9000 километров, это получится дорога от Минска до чудесного города Тында, где мы переночевали. А сейчас трасса Лена, и это уже совсем другой тип дорожного покрытия. Бетонные плиты, ледяные колеи, надолбы. Не могу вам это показать, но, может быть, подснимем. Вихри снежные бьются. Ехать не могу сказать, что сложно, но нужно быть все время на чеку. Ребята, вот сейчас наша команда инженеров-конструкторов, которые занимаются тюнингом автомобилей в полевых условиях, показывает вам, сколько снега в салонном фильтре. Он весь полностью забит снегом. Сегодня небольшая метель, дует сильный ветер. Ну и вот вам, пожалуйста, весь салонный фильтр забит снегом. Без него в машине стало теплее. Мы сейчас с вами едем по льду реки Лена. Это огромная река. Я, честно говоря, не ожидал, что она таких размеров в ширину. Ну, на самом деле, просто громаднейшая река. И теперь понятно, почему не могут построить мост. Потому что страшно представить, сколько он стоит. Зимой люди ездят по льду. Здесь накатаны целые автобаны. Вот, смотрите, справа от нас грузовик достаточно быстро ездит. Вот, есть попутный транспорт, встречный. Ну, едешь себе по льду и едешь. Ничем не отличается от обычной дороги. Здравствуйте, дорогие друзья. Я прекрасная якутская зима. Нормально? Вы не хотите присесть на трон? Ну, че, как удобно править миром. Ну, я так скажу, что не зря мы зашли в магазин «Стихия». Не зря нам выдали хорошую одежду. Потому что сидеть на ледяном троне очень комфортно. Вот. Вот, смотрите, якутский мамонт, голова. В древние времена ходили по нашей земле носороги, вот шерстистые. Это шерсть облезла просто. Новое впечатление. Отлично. Очень вкусно. А что ты ешь? Рыба. Муксун замороженная. Якутский. Деликатас. Ммм, делишес. Ммм, делишес. Вот дорога на Магадан. А вы повернете направо. Там есть поселок Кабиме. Там есть заправка. Там нужно будет под завязку заправиться. Потом повернете на Томтор. Проедете через Учугей как раз. Потом поедете через Томтор на Эмикон. На Эмиконе там сколько бы там, два дня запланировали. И вернетесь опять на Кабиме. Из Кабимеопа и повернете направо. Здравствуйте, гости дорогие. Я Чусхан. Хранитель холода. Добро пожаловать в Воймяком. Полисом холода может назваться та местность, где продолжительное время проживают люди, где проживают люди при низких температурах. И есть, вот, ну представьте, как ведро, да, это боковые части, это высокие горы, а в дне находятся населенные пункты. Это Аймикон, там Томтор, Ищуги и Сарданок. И под давлением вот этот холодный воздух опускается вниз. И она долго держится, потому что ни ветра, ничего нет, расшевеления нет. Поэтому в этой местности долго может продержаться холодный воздух. И это все называется одним словом Аймикон, а не село Аймикон. В Аймиконе мы решили не рисковать машины и поставили ее в теплый гараж. Мороз такой, что замерзает конденсат в охватной трубе. Местные жители передвигаются на снегоходах. Это самый популярный вид транспорта в этих краях. Сейчас реально такую сделаем, чтобы добить лед. Знаете, здесь глубина 3 метра будет, больше 2. Поэтому, чтобы туда побольше. То, что вы видите, это и есть колыма, которые пугали людей в советские времена. Теперь бояться нечего. Если хочется мороза, экстрима и красоты, обязательно езжайте на Колымов. И я, хранитель холода, Чесхан, вручаю вам сертификат о том, что вы действительно были в наших краях. Вот, поздравляю. Спасибо. За вот этой нашей небольшой поездкой, небольшого экипажа стоит огромная работа, большого количества людей. И я хочу сказать всем большое спасибо и низкий поклон вам всем за вашу помощь, за вашу поддержку, за то, что мы добрались, доехали. И я стою вместе с Чесханом, повелителем холода. Поэтому в присутствии зрителей, вас, свидетелей, опять же вас, я клею на лобовое стекло нашего автомобиля. Был на полюсе холода. Если потом увидите эту машину где-нибудь в Минске, знайте, это тот самый автомобиль. Едем дальше. После Амекона мы рванули в Магадан. Машина хорошо переносила якутские дороги, поэтому было принято решение пройти дополнительные 3000 километров. И правильно, ведь лучшее, что случалось с нами в этой жизни – трасса Колыма. Горы, ледяные серпантины – это одна из самых интересных и красивых дорог в мире. Вот это наш автомобиль. Мы на нем преодолели 12000 километров, может даже чуточку больше. Проехали от Минска до самого Магадана. Бывали на полюсе холода в Амеконе. Сейчас я стою и вижу перед собой Охотское море. Хочу сказать только одно, что мечты гораздо ближе, чем кажутся. И чтобы увидеть Охотское море, можно просто повернуть ключ в замке зажигания в Минске, нажать на газ и через какое-то время вот оно перед вами. Смотрите, наслаждайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok И он собирается включить в машине фен Внимание, вот в руках его фен Я очень просил Антона включать вот этот фен где-нибудь в районе автосервиса и деревни Чтобы мы смогли пойти к какому-нибудь мужчине в дом и пить чай пока нашу машину будут ремонтировать Потому что по моим ощущениям мы тут можем чего-нибудь аккуратненько спалить и сжечь в своем автомобиле И на этом наша поездка закончится Ну как-то мотор как-то просел, не нравится Мотор просел? Ну он кстати тепленьким дует Снимите пожалуйста под сцепку Ну дует конечно тепленьким Ребята оставляйте свои комментарии Инженеры электронных всяких дел Сообщите нам что мы делаем Вот и сообщите все что вы думаете в комментариях под материалом